всем привет наши дорогие с вами как всегда я славян канал семья на чемоданах мы как всегда в полном составе сегодня гуляем по геленджику я хочу вам показать эту невероятную праздничную атмосферу сколько здесь людей тоже вам покажу купаться не будем покажу наверное купающихся ставьте лайки пишите комментарии и погнали сегодня открылись сапы целая такая тусовочка у них сегодня диджей играет катамаранчики пирс и здесь установили этот катер подплыл в общем на этот пирс который установили и запустили эту катался решили с мальчишками пройтись по этому пирсу блин ощущение классные такие тебя просто болтает артем не балуй пожалуйста иди аккуратно ровно по синий вот сейчас подойдем к яхте посмотрим как катает чувак пацаны увидели вроде видели неоднократно тише тише артем аккуратно оба отлично но сейчас прям вот так в упор можно понаблюдать классная каталка здесь получится знаю сколько стоит тихо 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 не-не-не родион на полусогнутых иди-ка а то тебя вылавлять отсюда совсем не хочется на это просто вот так вот когда-то мы даже о таком думать не могли а сейчас вот такая вот движуха ну чё геленджике полностью начался сезон так выезжайте катаетесь по моему уже все возможные развлечения выставили ночь круто я . насика с нами не пошла горит я не пойду с вами вот это кайфа кто пробовал такую штуку напишите в комментариях как эмоции я отлично такой не катался конечно желание огромное попробовать оба упал посмотрите сколько досок я вот тихо 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 аккуратно парни я вот все говорил что вообще нет никаких прокатов ничего и вот только сегодня 9 мая они открылись и начали я думаю что все функционировать класс будем двигаться по набережной немножко покажу принципе я здесь уже снимал совсем буквально недавно показывал что открылось но сегодня прям особенно хочется просто походить вот так вот с камерой показать вам сколько людей приехала в геленджик на праздники самом деле сегодня второй день когда на все майские светит солнце первая половина точнее все майские праздники дала паспортная погода дул ветер вот он вот а сегодня плюс 21 на солнце побольше и сами видите сколько сегодня людей не знаю чё по пробкам насенька сегодня горит давай горит на машине лучше сгоняем центр доедем я горю нетушки сто процента с парковкой будет беда поэтому давай мы лучше ногами здесь так вот все палаточки открыты запахи потрясающий кстати квас открылся здесь кстати где он короче вот тут где-то вышли уже приторговывать животными я когда их вижу мне просто крышу взрывает ему типа вообще какого хрена и почему до сих пор не запретят животные замучены у них обезьяны или дышит но все равно давайте давайте фотографироваться ой сколько людей да конечно расстегиваюсь кто в чем кто как вот и лодках полк моряки собственно до 9 мая все гуляют наслаждаются дети военной форме мы пропустили здесь видимо здесь был где-то проходил бессмертный полк на самом деле мы вчера были в таком в долгом походе и не изучили информации что будет вообще в геленджике поэтому просто так вот после обеда вышли гулять да вот видите слага мчит я впервые в геленджике вижу чтобы вот так вот были уже забиты пляжи и на самом деле людей ну на пляжах много купающихся конечно мало мы сегодня были с утра до обеда просто сидели отдыхали после вчерашнего похода сегодня мы после обеда только выбрались уже действительно походить ногами так здесь проходит какой-то концерт сейчас покажу как геленджик отвечает этот праздник кафешки тоже битком все здесь морячки ну давайте глянем ага сейчас буду танцевать наверное просто метро на самом деле просто как метро вообще людей очень много ну все мне кажется сейчас кстати мы даже погода смотрели что пока такая погода и будет собственно держаться и я думаю что людей теперь будет только прибывать и побывать наконец-то лето потихоньку дошли к пляжам из песочка здесь вот открыли палатку с очками и с панамками кстати я думал это будет сцена сейчас покажу вам эти я думал то сцена а это нет это такой большой детский батут ну и тут вижу конечно как всегда вот недавно покупали детям очки в итоге родион уже сломал свои здесь проходят всегда самоорганизованные волейбольные турниры вот классно все геленджик уникальнейший город пляжи галичные мелкая галька крупная галька дикие пляжи вот такие вот песочные просто просто класс все хочет то есть все в одном городе но про саму природу вообще молчу скалы и так далее здесь еще потрясающе смотрите выпуски много мы где уже здесь путешествовали поэтому обязательно глядите если вдруг решить как геленджик заранее простраивать свои маршруты планируйте свой отпуск потому что геленджик он не только про вот эти вот замечательные пляжи видите открывается готовится открытию лежачки подвезли тоже сапы пооткрывались в общем все полным ходом вот недавно показывал кафе эдем что он только открылась а сегодня тут просто полная посадка дода пицца даже на улице полная посадка пивная чебуречная аналогичная вообще вы поняли люди поехали красота буду двигаться дальше посмотрим дальше какие может быть мероприятия здесь прямо на набережной будут проходить посмотрим подходим уже на центральную часть набережной я вот хочу камеру поднять и вы посмотрите сверху как это обалдеть вот это да здесь знаете чего еще было прикольно просто камеру включить на таймлапс и вот так вот через всю набережную пройтись здесь по-прежнему это дерево красивое цветет кто сюда будет приезжать вот здесь получаются очень крутые фотографии вот возле вот этого срубленного дерева стоит запоминаете там памятник пушкину что ли какая красота и погода так все я же я же и говорю что сегодняшнего дня начинается просто не тогда будет светить солнышко 18 20 градусов водичка тоже постепенно будет уже прогреваться так это у нас слева пляж дельфин пойдемте сейчас покажу актуальную температуру но мне кажется она немножко неправильно пишет сейчас покажу время с нас 27 9 мая воздух 20 градусов и вода сегодня 13 мне кажется в бухты в самой вода гораздо потеплее где-то 14 15 здесь вот на набережной справа открыли детский парк поставили огромнейший батут вот из новенького до что что есть так сосны любимые по крайней мере все вместе да я не знаю может быть сегодня где-то здесь даже будет какая-то программа интересно где салют мы все думали еще сгонять на 9 мая в новороссийскому считаю что мы вчера лазили по горам по рекам по водопадам сил сегодня куда-то ехать просто не было да уж так давайте пляжи вам покажу я думаю что эти бунгалы пока бесплатно люди в них сидят кушают так у кого-то уже устали дети плачут парк аттракционов тоже много раз показывал туда сегодня заходить не будем я думаю там все уже функционирует но есть кто-то еще не активировался то конечно зря потому что сегодня тот самый день когда можно заработать предпринимателем на аттракционах я когда первый раз был геленджике в этом году не то что первый раз после долгого перерыва я сюда приехал выпуск тоже показывал выпустот набрал по моему уже за 50 тысяч просмотров тоже гляньте я подходил здесь с пляжа и видел здесь впервые такую доску героев где приклеены фотографии вот посмотрите вами покажу здесь очень много людей сегодня собралось вот видите доска помним гордимся чтим и здесь не просто надписи как обычно да а именно фотографии каждого видимо местного жителя геленджика кто тогда участвовал в боях да очень много сегодня цветов здесь венков поставили экраны и транслируют кадры из истории патрулируют кстати такая частая история машины полиции ездят патрулируют сиры шкаф игрушек кидалки в бананы все работает вот смотрите сегодня просто даже очереди здесь собираются люди занимают что-то популять что-то покидать сколько на самом деле здесь еще конечно тоже очень много местных в сочи ну в адлере не было нет мы были почему мы сам не в сочах 9 мая в девятнадцатом году тоже много людей по моему было или нет я не помню я танцевала так со старичками да такая мы ходили много но ну а потом вот юлька приезжала в том году в сочи мне кажется мало ну как тут поменьше по моему чем здесь да 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 в том году мы были на 9 мая в сочи а здесь вот видите мы уже на и в девятнадцатом в двадцатом были в москве подольске сидели в сами помните почему это сейчас мы здесь и вот соответственно хочется показать вам передать эту атмосферу города геленджик ухты смотрите что здесь на пляжах поставили бескаркасные кресла пуфики и конечно не платные не думайте что это бесплатно вот зонтики поставили лежаки и вот здесь вот установили видите пуфы стоят темно-синего цвета а у как тут ветрено волна пошла море волнуется даже цвет моря возле берега изменился ну потому что песочек потом центральный пляж геленджика мы дошли уже почти почти до самого центра набережной я хочу вам показать сколько гуляли смотрите в лавочках есть юсб розетки вот мы сколько гуляли я ни разу на это не обращал внимание в каждой лавочке вот так вот села чипс воткнул и заряжаешь классно заботы главное чтоб на лавочках было электричество все вот мы в центре набережной здесь небольшой порт артем стой артем стой палатки смотреть какой большой самовар установили людей здесь естественно много здесь также установлен памятник невесты торговый центр вот играет музыка так вот украсили я думаю что вечером будет еще больше людей здесь открыли центральный плит причал туда сейчас уже даже можно заходить я думаю прямо сейчас с вами попробуем пройтись посмотрим какие кораблики подвезли посмотрим какие яхты вот он вход центральный причал здесь в общем ходят как и такие большие корабли так и индивидуальные яхты вот хочу вам показать с этого пирса сколько людей на пляже обалденно смотрите какой красивый корабль с флагами здесь именно такие экскурсии совместные то есть корабль набивается и поплыли по красотам геленджика можно просто взять вот такой вот катер яхта вот такой вот мы двигались в ялте плавали тоже два этих руля под парусом ходили вообще прям нужно обязательно попробовать такое вот удовольствие среди шатает класс вот он собственно памятник невесты а вон фонтан возможно сейчас на ту сторону сходим посмотрим с толстого мыса было ощущение у меня что он стоит прям на берегу а он оказывается стоит прям море здесь играет музыка люди танцуют пляж вот этот пляж вообще битком пляж называется спортивный смотрите сколько там людей да уж но купаться кстати в этом пляже запрещено везде ставят таблички ну потому что корабли подходят да если надумаете и тут уж купнуться конечно не рекомендую потому что ребята порт купаться возле порта не нужно еще не лето и летом конечно здесь я помню по 19 году а после 19 много или что изменилось летом здесь будет ого-го ну буду периодически его делать такие выпуски надеюсь вам они нравятся вот так вот показывать обстановку самую актуальную вот и выкладывать но на нашем канале это больше путешествий больше каких-то диких интересных природных мест представьте такая часть набережной очень широкая если вы знаете можно прямо вдохнуть полной грудью кстати знаете что хочу еще рассказать из новшеств я не уверен что так как на выпусках я говорил что вот эти вот дорожки для велосипедов и самокатов вот эти вот я и говорил что их покрасит их убирали счищали ведь они такие бледные а потом я прочитал информацию что сделали мол типа запрет кататься здесь на самокатах но по-прежнему в любом случае все катаются но уже какой-то в каких-то в некоторых местах набережной даже бледного вот такого цвета нет и самокаты катаются просто хаотично кто где хочет как говорится так и катается огромнейшую здесь детская площадка справа полная детей вот сегодня она просто максимально забита детишками возможно наше 100 что побегут самая актуальная обстановочка центральных пляжах геленджика сами видите я даже не могу идти вдоль забор потому что людей тьма да но на мое удивление купающихся сегодня мало но по крайней мере очень много тех кто просто загорает вот когда светит солнце вообще другая совершенно другая обстановка здесь главная арка которая по вечерам конечно же светится главная надпись я люблю геленджик здесь подъехала скорая видимо кому-то стало нехорошо так будем идти дальше посмотрим может быть просто не знаю возможно ухты вот открыли смотрите саламандра beach club класс так я пытаюсь подойти я просто даже не могу подойти забору это сделать невозможно смотрите как здесь сделали классно я вот показывал здесь лежачки установили сейчас уже все они прям с матрасиками желтенькие матрасики люди уже чилят кафе прямо на пляже взяли поели попили пошли купаться как тебе носить классно согласен тут же детская комната отдал ребенка веселиться сам коктейльчик купаешься ваще красота так ну ладно пойдемте дальше восхищаться этим приближением и лета возможно вас еще до сих пор холодно постараюсь вам передавать эту атмосферу солнышко смотрите какая движуха на пляже приморья естественно все учили отдыхают лежачки кафе сезона функционирует там естественно или давайте по ценам я вам покажу на паузу ставьте устрицы 370 рублей штука сад 4 5 4 персоны 4 300 салаты 1200 летний салат с крабом надеюсь краб настоящий салат греческий 210 грамм 590 рублей суп том ям 710 рублей в общем примерно по ценам поняли идем дальше ну это все-таки ресторан прям в море находится действительно в море ведь у него там такие даже подстройщики есть видимо там тоже когда-то выставляют столики либо вы просто пошли такие покупались а потом кушать я вот эту часть набережной вообще обожаю за то что здесь идешь вот солнце сейчас очень ярко светит и ты идешь постоянно в тенечке эти сосны огромные создают тенек а мы сами сейчас пройдем вот на такую смотровую площадку я тоже много раз показывал но сейчас коль светит солнце она вообще потрясающе потому что здесь и включен фонтан и кстати с толстого мыса я прямо угадал что фонтан именно находится возле сыроварни вот она сыроварня запах сыра все люди сидят отдыхают ой какую здесь качельку поставили посмотреть как классненько вот качелька при море и буквально днях не было пирсик и вон вдалеке фонтан люди это сколько ух до это прямо локация просто топ приезжайте сюда обязательно берите телефончики и делайте фотографии снимаете стольки здесь красиво вот они кстати открыли лестницу вот с рестораном раньше было закрыто не можно спуститься прогуляться напротив сыроварни я вот вам неоднократно же показывал есть такая вот зона с качельками и есть детская площадка а брау джуниор называется а за ними сразу фирменный магазин а брау дюрсом открылся кстати он уже функционирует уже не молодцы что поставили такую площадку пока дети играют вы можете сходить в брау купить себе какой-то местный напиток а брау вский перемещаемся уже чуть в другую часть набережной где закрытые все пляжи но они видимо принадлежат какими-то отелям гостишкам вот туда доступа нету никакого но только если там отдыхает непосредственно вот попробуем дойти до куда дойдем посмотрим как здесь но здесь уже видите что людей хоть и много но поменьше чем самом центре центре все-таки там вся движуха включили здесь фонтанчик работает функционирует там вот музыканты и еще хочу показать что клумбы опустили от тюльпанов совсем недавно я показывал все клумбы были просто в тюльпанах я ходил прям так и думаю ничего себе а сейчас все эти только считанные цветочки остались эти красивые сок набережных в том плане что такие лавочки возле каждой лавочки есть фонтанчик бурлит как джакузи здесь открылась такая шурмичная парни прям из-под ножа готовят прикольно у них подача подвертки из газеты сейчас пару показать щас получиться и всем ветеранам и инвалидам бесплатно это конечно очень здорово такие предприниматели молодцы дальше еще одна детская площадка вон пацаны детская площадка бегите вот еще одни животные а здесь уже натуральное животное ну в том плане что никто не мучает белочка еще здесь установлена такая скульптура сейчас вам покажу табличку скульптура старый маечник создана скульптура дмитрием лындиным 2011 году в честь служителей маяков фортпостов морской навигации установлена рядом со старейшим маяком построена в 1897 году здесь как раз и находится самый старинный маяк прямо сейчас мы с вами обязательно до него дойдем и посмотрим вот эта скульптура и буквально в 30 метрах стоит этот маяк считается на самом деле достаточно такой распространенной достопримечательности но если про него здесь ничего не знать то скорее всего вы просто пройдете мимо вот он красно-белый его наверное реставрируют потому что выглядит он в принципе достаточно неплохо и это не просто маяк как сейчас современный как мы привыкли видеть до маяки он он прям с такой постройкой пристройкой геленджикский створный маяк передний основан 19 августа 1897 году вот так вот здание здание переднего старого маяка и вот такая там есть небольшая территория давайте вам еще покажу центральную набережную центр эпицентра событий и кстати в геленджике очень сильно нравится что вот на этих столбиках висят колонки и отсюда всегда играет музыка независимо сезон не сезон вот мы как приехали 1 апреля она уже играла люди загорают купающихся нет сегодня на мое удивление но мы не видели просто их я и говорю пока я никого не встретил там ребята с большими флагами идут так маленькая актриса певица так вот я на полцах и не смотрите здесь установили обзор луны 50 рублей человек прикиньте все себе вот так вот такого развлечения еще и не встречал смотреть какая здесь обстановка прям сейчас вот на центральной площади именно сегодня здесь 9 вечера соберемся на праздничный салют но теперь смотрите какая здесь обстановочка вечером народу просто невероятное количество у нас до салюты еще остается буквально 10 минут поэтому я вам предлагаю не терять их и пойти с пройтись по набережной и я покажу как здесь вечерочком 9 мая посмотрите как красиво подсвечивается город там вот колесо обозрения еще одно колесо обозрения на горе жаль что выключили крест и выключили надпись а это разноцветная подсветка это канатная дорога сафари парк это комплекс собственно вся бухта так пойдемте подальше покажу вам еще ночную красоту геленджика да любой город особенно курортный ночное время выглядит по-другому например ракушку они подсветили я много говорил что вечернее время вообще очень классно и сейчас и много рассказывал что вы знаете вот это вот все светится туда-сюда это было все слова сейчас вместе с вами я вам все покажу какая здесь тусовка днем было не так а сейчас вот живая музыка сколько людей собралось танцевать на центральную часть видите как здесь все красиво эти гирляндики вдоль заборчика набережной все сосенки подсвечиваются зелеными фонариками очень атмосферно и учитывая что сегодня так много людей на набережной такое ощущение что просто разгар сезона я днем здесь прошел мимо а вечером обязательно отсюда зайти и вам показать гляньте какая красота сейчас будет каталка вот это вот штуки в семнадцатом году на ней катался это просто называется вырви себе мозги сейчас покажу вам это херовина крутится и так и так и вот так вот и мозги переваливают с одной стороны головы на другой сейчас увидите я думаю вы поняли что это полный трындец аттракцион на самом деле не для всех и перед тем как пойти в аттракцион нужно подумать головой я лично один раз испытал честно больше не хочу пойдем дальше какой огромный толпун собрал пацаник здесь реально атмосфера просто летние остался тапочки и шорты одеть снять куртки еще показать им еще как здесь украсили центральный пляж очень-то красиво везде диодные ленты подсвечивается даже пол конечно это очень красиво молодцы все это дело с подушечками с музычками море и как раз так наконец-то я посмотрел и вам показал эти сосны которые так очень красиво подсвечиваются звездами видите как раз так все зеленое просто просто огонь смотрите что здесь где тьма приехала кстати уже пожарка ну на случай как говорится подстраховочка обалдеть также полиция ну как говорится все под охраной сейчас пойдем с вами сходим еще в сквер вон очень круто светится что же вам показать вот слышите наши страны 21.00 должны уже запустить день победы день победы советского народа много казачьих войск здесь сегодня 15.00 видите как все как будто здесь украшки города типа новый год сейчас в год пойдем называется первомайский сквер стартовал сюда люди уже подтягиваются чтобы посмотреть на зрелище сегодня он стартовал в нашей стране мы тоже не можем не посмотреть а я не могу вам это не показать моричка как красота сейчас выходим былых три обалдеть я здесь первый раз ребята вместе с вами сейчас вот так вот пройдемте невероятная красота как же красиво все украшено обязательно здесь побывайте я здесь несколько раз ходил но это было днем то есть вся эта ночная красота остается на теплое время суток так что кто приедет обязательно сходите здесь еще днем работает этот фонтан сделали такую красивую доску кстати которая тоже подсвечивается можно почитать правда кто-то уже сломал и и здесь написана в комментариях делитесь как у вас прошло 9 мая ставьте лайки включите комментарии я буду с вами прощаться ведь самое время включить вам этот праздничный фейерверк про лайки не забывайте я говорю вам пока увидимся с вами завтра в новом видеоролике и а не 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 а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...